Металлические контейнеры, киоски, гаражи, сарай. Незаконно – значит подснос. Мэрия Владивостока продолжает активную работу по выявлению подобных объектов. Расчистка территорий, по идее, должна сделать и воздух чище, и вид приятнее. Но так работает не всегда. Многие после себя оставляют целые свалки, которые еще больше пугают горожан. Теперь убирать надо это все. Правильно? Это должны были люди, которые сюда поставили. Да, чьи гаражи должны были убрать за собой. Смотрите, какую грязь за собой оставили люди. Ну, это русский человек. На пляжах, на отдыхе. Это везде после нас. В администрации города отмечают, люди буквально засыпают почтовые адреса мэрии требованиями решить проблему с уродливыми самовольными постройками, торговыми ларьками поперек дворов и счетами с рекламой. Списки выявленных объектов, выложенные на сайте мэрии, содержат сотни адресов. К их владельцам уже обращались с просьбой убрать свою постройку и дали время, по истечению которого представители администрации сносят объект сами. Благо, такая возможность официально есть еще с 2015 года. Наверное, люди думают, кому с этим захочется возиться, демонтировать, вывозить. Еще десятки лет простоит, но нет. Порядок будет наведен. Незаконные объекты, недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают там, где им это хочется. Все это не только уродует облик города, но и создает существенные неудобства для автолюбителей и пешеходов. Контейнеры и ржавые гаражи захламляют дворы и зеленые зоны. А возле незаконных объектов торговли, как правило, всегда скапливается мусор. Выброшенные коробки, пакеты и бутылки. И весь этот мусор затем создает еще более страшную картину. Горожане даже настаивают на том, чтобы за такое вредительство владельцы платили внушительный штраф. По крайней мере, больше пяти тысяч, как везде пишут. То есть вы и за 10, и за 15? Да, конечно, и за больше. Ну, тысяч на 20, чтобы чувствительно было. Напомним, работу по выявлению незаконных объектов ведут специалисты сразу нескольких управлений администрации города. Городостроительство и архитектуры, наружной рекламы информации, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов. Всего с начала года в городе снесли более 530 самовольно установленных объектов. По словам главы Владивостока Виталия Веркиенко, демонтаж незаконных построек – одна из приоритетных задач в этом году. Максим Яковлев, Новости на восьмом.